Меня зовут Иванова Анна, я биоинформатик и data scientist, это такой специалист по анализу данных. Я конкретно специализируюсь на анализе биомедицинских данных. А еще у меня есть блог, есть подкаст и есть вот такая книжка, которую, наверное, в Ереване уже очень сложно купить, есть только очень постараться поохотиться, потому что их как-то очень сильно быстро раскупили. Так, но если вы не в Ереване смотрите нашу трансляцию из каких-то других точек, то у вас она должна быть во всех магазинах. Вот, я о чем сегодня хочу поговорить. Итак, я, во-первых, буду говорить о своей самой любимой теме и заткнуть меня по этой теме, просто вообще совершенно нереально, поэтому ребята мне прям заранее показали таблички, которые будут мне показывать, чтобы я вовремя заткнулась. Немножко из этой лекции вы могли увидеть на «Ученые против мифов» пару лет назад, но там у меня было вообще всего 20 минут, и я такая, так, это надо уместить, это надо уместить. В общем, сейчас у меня есть времени немножко побольше, и я немножко изменила угол зрения, под которым хочу с вами сегодня поговорить. И хочу я поговорить именно о том, как новости о древней ДНК нужно читать сегодня. И нельзя об этом говорить просто так в вакууме. Придется сначала немножко обсудить, а что мы вообще умеем, и как это все развивалось. И тогда станет понятно, на чем нужно сейчас концентрировать свое внимание, когда вы видите очередную новость про что-то там ученые прочитали из древней ДНК. И это прям станет, я надеюсь, более-менее понятно к концу моей лекции. Поэтому мы начнем прямо вот с такой, с истории, с истории, и начнем мы с того, что когда-то давно, в конце 19 века, люди уничтожили очередной вид животных. Ничего нового, ничего удивительного. Животные назывались клаги, они относятся к тому же систематическому разделу, к которому относятся зебры, то есть являются их родственниками. Но они довольно интересно выглядят, у них вот такая вот попа, как будто ее отрезали от какой-нибудь лошади Пржевальского дикой, приставили ее к зебре, и получилась вот такая вот странная штука. Причем на самом деле мы не очень понимаем, как они выглядели, потому что так уж получилось, что до нас дошло всего 23 шкуры, и обратите внимание, да, несколько черепов и скелетов, и 23 шкуры. То есть большая часть лошадей Пржевальского, которые вы можете увидеть в музеях мира, они могут внутри шкуры кваги помещать, например, череп осла или череп лошади. Я не очень понимаю, зачем так было сделано, здесь, наверное, спрашивать надо каких-то музейных работников, но так или иначе, мы даже не до конца понимаем, как эта квага выглядела, потому что всего 5 прижизненных фотографий настоящего животного квага было сделано, и эти все 5 фотографий, они про одну лошадь. И, собственно, эта лошадь и стала неким началом того, когда люди начали говорить про древнюю ДНК. Случилось это спустя 100 лет после того, как люди лошадь истребили, казалось бы, не очень большой срок, и впервые в 1984 году ученые выделили вот из этих кваг, конкретно в этом институте музея города Майнс, значит, там к шкуре был прикреплен небольшой кусочек высушенной ткани из соединительной ткани и мышц, вот этот вот кусочек, там буквально несколько грамм они смогли выделить, из него смогли выделить ДНК, получилось, что у них ДНК там очень-очень мало, прям 1% от того, что можно было бы из такого же количества, но свежей ткани выделить. И они смогли прочитать, и на тот момент это было офигенно главной новостью. То есть важный факт, да, сегодня, когда мы слышим, что из чего-то очередного прочитали ДНК, нужно очень понимать, из чего именно. И мы поговорим, вот что из этого еще является интересным, а что уже скорее такая рутина. Но вот тогда, в 1984 году, столетние, там даже больше 140 лет, потому что конкретно вот эти вот зверухи попали в этот самый музей 140 лет назад, от 1984, да, то есть тогда новостью было уже вот это. И обратите еще такое небольшое внимание сюда, выделили именно 229 нуклеотидов именно митохондриальной ДНК. Это очень важно, с этого все начиналось. Потому что вот что. Значит, у нас с вами в каждой клетке нашего тела есть ядро, в ядре лежит ДНК. Я очень прошу прощения за эту нудную, скучную часть, которую я опять буду рассказывать. Те люди, кто слушали вот недавнюю лекцию про эволюцию кошек, они эту скучную часть уже видели. Я прошу у вас прощения и займу еще три минуты, мы об этом все-таки снова поговорим, чтобы мы все с вами были на одной точке рассказа. Вот. И, значит, у нас есть в каждой клетке нашего тела ядро. А почему? А, потому что я не туда жму. Значит, есть ядро, внутри ядра лежат наши вот такие вот хромосомы, это конкретно хромосомы как раз бурчеловой зебры, очень-очень близкого родственника к Ваге. И еще, помимо всего этого прочего, у нас там есть вот такие вот арганеллы, называются они митохондрии, они за энергию у нас в клетках отвечают. И фишка особая в том, что таких митохондрий у нас много. И внутри каждой митохондрии есть свой геном. И это, это, это вот снимок такой вот, вот этих же самых митохондрий, вот. Значит, и это на самом деле очень-очень классно, потому что, представьте, что вы выделили всего несколько грамм из ткани, у вас клеток в этих граммах какое-то очень ограниченное количество. Но если знать, что в митохондриях есть своя собственная ДНК, а в каждой клетке может содержаться до полутора-двух тысяч копий митохондрий, вы как бы возможность прочитать ДНК увеличиваете себе в 2000 раз. Поэтому первые все исследования, которые вы увидите, и вообще, когда что-нибудь супердревнее находят, проще всего выделить именно митохондриальную ДНК, именно ДНК вот этих вот наших арганелл. И по ним уже очень много всего интересного можно делать. Я вижу руку, прошу прощения, у нас идет с трансляцией. И в самом конце будет микрофон, можно будет взять микрофон, задать вопрос любой, поэтому у меня к вам просьба, вы сейчас его запишите, чтобы не забыть, а потом я обязательно на него отвечу, хорошо? Вот, и помимо всего прочего, митохондрии так интересно устроены, у них такой вот кольцевой геном, кстати, это конкретно кольцевой геном кого-то тоже из того же самого семейства, если я правильно помню. И есть некоторое предположение, что само то, что геном у митохондрии кольцевой, немножко помогает ему чуть дольше сохраняться, чем... Вот, выглядит это вот так, когда мы в биоинформатике говорим о том, что мы что-то там прочитали, мы прочитали вот такой вот текст, состоящий из четырех букв АТГЦ. Но это если очень обобщать, на самом деле там бывает еще, мы ставим другие буквы в зависимости от разных обстоятельств. Но так или иначе, текст выглядит так, и конкретно это на слайде перед вами кусок митохондриального генома, той самой кваги, которую прочитали в 1984 году, там просто с тех пор еще перечитывали, чтобы данные были получше, когда технологии стали лучше. Почему еще митохондрии это супер классно? Потому что мы все с вами имеем такие диплоидные геномы. Диплоидные, то есть D2, да, одну половинку своего генома мы получаем от папы, одну половинку получаем от мамы. Но тем не менее мы с вами не похожи, так вот это разделить линии, да, на половинку на папу, половинку на маму. Мы как какая-то новая сущность, созданная из генов мамы и папы. И помимо того, что это все образуется из-за комбинации хромосом папы и хромосом мамы, кроме этого хромосомы в момент, когда клетки там делятся, размножаются вот это все, хромосомы, парные хромосомы, например, первая хромосома папы, первая хромосома мамы, они очень близко друг с другом сходятся, очень-очень близко, настолько, что прям переплетаются. А когда расплетаются обратно, оказывается, что у них части хромосом немножко поменялись. Поэтому если мы вдруг хотим проследить у ребенка, как он там, от какой бабушки, от какой прабабушки, от какого прадедушки произошел, это будет сделать довольно сложно, потому что все это много раз перемешивалось, каждый раз создавая кого-то немножечко нового. Это для нас очень важно, вот сам вот этот вот подход, что так делается, это очень важно. Это та штука, которая обеспечивает нам с вами генетическое разнообразие. Но почему генетическое разнообразие важно, это немножко другой уже вопрос. А с митохондриями все суперкруто, потому что в 99,99999% случаях митохондрии передаются только по женской линии. То есть в момент оплодотворения митохондрии находятся вместе с хромосомами мамы, а папины хромосомы вместе со сперматозоидом приплывают без своего багажа митохондрии. Поэтому мы точно знаем, что вот если взять и прочитать мои митохондрии, это будут точно те митохондрии, которые передала мне моя мама, а моей маме их передала ее мама, а ее маме их передала ее мама. И таким образом мы можем по митохондриям установить, к каким там генетическим группам, например, я отношусь. Потому что вот эта вот передача, она была всегда постоянной. Что же получается, у мужчин митохондрии нет? Конечно, это не так, у мужчин тоже есть митохондрии. Мы достроим это сейчас дерево до того, как это будет выглядеть. Считаем, что вот это вот мой братик на картинке, вот это мой братик на картинке, и вот у моего братика у него будут точно такие же митохондрии, как у меня. Нам обоим их передала наша мама. Ей ее мама вот зелененькие, да? А у нашего папы ему его митохондрия передала его мама. Ее маме ее мама и так далее, и так далее. Таким образом мы можем взять абсолютно любого объекта, да? Там мальчика, девочку, неважно. И по его митохондриям проследить по женской линии вот этот вот род в историю. Для мальчиков ту же самую фишку можно провернуть через Y-хромосомы, но это не тема этой лекции. Вот, и как это вот, как это проворачивает, да? Как это исследование проводить? Представьте, что у вас есть останки каких-нибудь старых животных, там музейных экспонатов, каких-то раскопок и так далее, да? Того, кто жил когда-то. И у вас есть еще те, кто живет сегодня. И вот давайте сейчас на секундочку сосредоточимся на том, что как будто перед нами в этот момент некие конечные звенья игры в глухой телефон. Игру это все знают, да? Только мы ее немножко усложним. Представьте себе, что я эволюция, и у меня есть два соседа для игры в глухой телефон. И я одному из них говорю фразу, которую говорю, и второму говорю. Но один услышал чуть-чуть по-другому и передал дальше своим соседям ее по-другому. И таким образом образуется как бы такое дерево, дерево во все стороны. И если у нас есть возможность поговорить с каждым конечным звеном этого дерева, мы с каждым, с каждым, с каждым поговорим, мы в итоге сможем понять, какие слова между ними общие, какие буквы в их словах между ними общими. И таким образом как бы обратно реконструировать это дерево и дойти до меня, до начальной точки этой эволюции, скажем так. Поэтому мы можем изучать современные геномы, современных каких-то животных, вот как на этой картинке. Мы там взяли геномы современных лошадей, диких, домашних, ослов, зебр и так далее, и смогли встроить в них прочитанный геном метахондриальный, вот этой вот самой кваги, играя в такой глухой телефон вместе с ней. Вот это прям конкретно на слайде сейчас картинка того, что они прочитали. Вот оно. И здесь есть всякие интересные детали из серии, что очень мало чего поменялось в их метахондриях. Вот эти все 10 из 12 замен, они не несут какой-то замены аминокислоты, поэтому они несерьезные. А на картинке, собственно, горная зебра. В зоопарке такие практически не обитают. Обычно в зоопарках степных зебр вы видите. Вот такая вот горная зебра. И ученые, смотрите, сделали... Я сейчас не зря на этом акцентирую внимание, вы поймете дальше почему. И они сделали, как нормальные ученые, они сделали сравнение вот этого генома, игры глухой телефон с геномом зебры, с геномом коровы и с геномом человека. И у них, видите, дерево, вот это называется генетическое дерево, оно получилось таким, какое должно быть, какое мы ожидаем, понимая, что, скорее всего, квага чуть ближе родственник к зебре, чем к человеку. И это была очень такая вот важная веха. И с этого началась история отсчета совершенно новой науки, науки вокруг древней ДНК. Немножко офф-топа. Я сказала, что мы эту зверюгу истребили, но сегодня на планете снова есть кваги. И это один из первых успешных проектов возрождения вида, но вокруг него люди очень-очень жарко спорят, там у меня в комментариях в блоге не менее жарко, является ли вот эта вот возрожденная квага настоящей квагой. Там просто возрождение шло не через вмешательство в геном, а через отбор по фенотипу. Взяли горных зебр и начали их скрещивать таким образом, чтобы закреплять вот это вот отсутствие полосок на попе. И получилась у них такая квага, про которую многие ученые пишут, что у них получилась более квагистая квага, чем настоящая квага. Вот, можем потом в конце пообсуждать и поспорить, является ли этот вид возрожденным, или люди создали что-то новое. Вот, и важная веха, кроме того, что мы с этого момента начали читать, важной вехой этой эпохи считается то, что тогда ученые считали вот как. Если у чего-то хорошо, видимо, под микроскопом сохранились ткани, значит, скорее всего, в этих тканях сохранились и молекулы ДНК. Довольно скоро они поняли, что это не очень хорошая идея, но в 80-е годы, до начала 90-х, в основном исследователи сосредотачивались именно на этом. И здесь произошло еще одно очень интересное явление, которое мы с вами сейчас встроим в карту понимания развития науки древней ДНК. Когда мы прочитали с вами квагу, мы понимали, что мы можем взять отдельный геном зебры, как бы наложить геном зебры на геном кваги, понять, что они там где различаются, где сходятся, но таким образом мы как бы подтверждаем, что мы выделили какое-то древнее животное, древнюю квагу. И фишка в том, что в обычной лаборатории зебры не бегают. То есть у вас не бегает обычная зебра между кабинетами и кашляет на все ваши пробирки. А вот люди вообще-то по кабинетам часто бегают, не всегда надевают халаты. В 80-е годы еще не было таких строгих регламентов, про которые я сегодня вам расскажу, как работают сегодня с древней ДНК. И получается, что если вы находите древние останки и выделяете из них ДНК, то как вообще-то ответить на вопрос, что вы реально выделили древнюю ДНК, а не то, что это какой-то лаборант из вашей же лаборатории что-то там наделал. Ага, значит, что сделали ученые. Им попалась совершенно уникальная штука. Три сезона подряд они раскапывали вот это торфяное болото. Это у нас 80-е годы, люди еще думают, что лучше всего добывать ДНК из мягких тканей. Ха-ха. Они, значит, нашли вот такое захоронение. Это коренные американцы. И там была особенность захоронения вот в таком виде в торфяных болотах. С течением времени над этими торфяными болотами образовалась вода. И ученым, когда они это раскапывали, это вот фотографии с раскопок того периода, им приходилось специально насосами воду откачивать, чтобы находить вот такие захоронения. То есть реконструкция показывает, что как-то вот так древние жители именно этой территории хранили своих умерших. А вот здесь у нас мумия, которую они смогли достать. И они дошли к несколько таких останков. То есть они наткнулись, им безумно повезло, они наткнулись на настоящее кладбище. И в какой-то момент кто-то из ученых заметил, что, похоже, они находят не только останки, но что-то там в черепах есть. И это выглядит так, как мозговая ткань, причем дает понять, что захоронение произошло прям вот очень быстро, в ближайшие часы после смерти человека. И это для ученых просто супервезение, потому что там ткани мозга, они очень быстро начинают портиться, если вы долго храните труп. А тут захоронение было мгновенным, а торф это все сверху законсервировал. И уже в 88-м году, то есть в 85-м они раскопали, а в 88-м году группа ученых смогла выделить из этих мозговых тканей немножечко клеток с сохранившимися молекулами ДНК, выделить оттуда ДНК и прочитать. И у них стал вот этот самый вопрос-то, ну что вообще-то по лаборатории шныряют люди, и как отличать? И здесь помогло удивительное наблюдение, которое сделали ученые. Кстати, эту работу, если я не путаю, как раз да, эту работу выполнил Сванте Пааба, это недавняя премия нобелевская за вклад в изучение древних людей, там что-то с неандертальцами, насколько я помню. Но вот Пааба начинал еще тогда, в 80-е годы, и уже тогда они придумали суперинтересную методику. Чисто случайно, они наблюдали. И это тоже сейчас важно, это я очередное ружье на стенку вешаю, которое скоро стрелять начнет. Значит, что они заметили? Что если мы берем ДНК из свежего человека, свежего человека, звучало, ладно, если мы берем, короче, из живого человека ДНК, то скорость, интенсивность амплификации, то есть увеличение количества молекул, когда вы искусственно пытаетесь увеличить количество выделенной ДНК, путем копирования, не будем в это вдаваться, но суть в том, что вам надо иметь много-много-много молекул, чтобы было удобнее читать сигналы от оборудования. И вот оказалось, что если мы возьмем живого человека, выделим у него ДНК, то независимо от длины молекулы, которую мы там нарезали на кусочки, выделенную ДНК, интенсивность того, как это будет проявляться, когда вы это разгоняете в специальном лабораторном, кому интересно, кто слушает, короче, это гелер-электрофорез, но мы не будем на это останавливаться, то оказалось, что для человека свеженького скорость эта, вот мне, к сожалению, не показывает как бы точка, я хочу вам показать дорожки номер 2 и дорожку номер 4. То есть смотрите, там вот у нас есть молекулы длиной 90 нуклеотидов, молекулы длиной почти 500 нуклеотидов, и 2-4 дорожки, они соответствуют современному человеку, с которым мы только что выделили ДНК. Оказалось, что неважно, если молекула очень длинная, она все равно будет нормально амплифицироваться, на дорожке разгоняться. Но если мы возьмем такую же молекулу с древнего человека, то там присутствуют какие-то постмортом модификации, которые мешают длинным молекулам вот амплифицироваться стандартными путями. И поэтому это классное правило, которое можно отличать, чтобы реально древнего человека нашли. То есть, чтобы прочитать древнего человека, вам понадобится, они же там еще и методику придумали, как это читать, что там надо еще бычий альбумин добавить, еще там вот. И в общем, они придумали, что надо немножко исхитриться, и тогда вы древнего ДНК сможете амплифицировать. А вот если у вас человек и так свеженький, то вам ничего и исхитряться не надо, у вас так все заработает. Классный метод, который в тот момент начали использовать за тем, чтобы отличать, что вы реально нашли древнего человека и реально прочитали ДНК древнего человека. Все. Почти время стрелять из ружей, которое я развесила. Значит, это небольшая такая картинка, такой как бы взгляд сверху, вот мы сейчас про начало всего этого поговорили, и взгляд сверху вот какой. Вот мы здесь говорили, что сначала у нас идет важное, что мы там самую первую молекулу ДНК прочитали. Потом мы, значит, метод вот этой амплификации придумали. Потом мы, значит, первую там, и вот это все там разница, типа 84-й, 88-й, 90-й, а потом как началось, началось, как водопад. И вот здесь слева можно увидеть, это те методы, которые появлялись с течением времени. То есть у вас тут прям вот метка, метки 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й годы. Вот прям один за другим выходит что-то. Вот эти, это не просто точки, это прям такие майлстоуны, которые возникли в процессе изучения древней ДНК. И еще важный момент, 2010-й год происходит взрыв информационных технологий, и в 2010 году выстреливает огромное количество новых методов и подходов, которые теперь биоинформатики могут делать у себя в компьютере. И вот это вот все, вот эта вся правая часть, это все про вот эти сухие методы, которыми мы занимаемся, да, у себя на компьютере или на кластерах высокопроизводительных. А слева это тоже огромный взрывной рост тех технологий, которые с точки зрения мокрой лаборатории, то есть выделения ДНК и так далее, это все появилось. И сегодня мы умеем выделять ДНК из практически всего, чего угодно. Наверное, самый неожиданный для некоторых момент может быть оказаться вот это вот слово красивое такое, палеофесис, да, это древние какашки просто. Значит, это огромный просто источник информации, который можно найти, потому что из них можно выделить и информацию о том, кто, собственно, их производитель и чем он питался, и все ли у него там было хорошо с микрофлорой. Это все можно оттуда выделить, если вам хорошо повезло такие вот найти в определенных условиях хранения. Мы выделяем их из каких-то следов для древних растений. Находят какую-нибудь древнюю арфу, ой, арфу, амфору. Находят какую-нибудь древнюю амфору, в которой какое-нибудь вино хранили. По стенкам поскребли, если повезло опять же с условием хранения, можно найти, из чего виноград состоял, какой геном был у винограда, из которого вино делали в этой амфоре. Просто куча всего происходит, и за этим уследить нереально. Поэтому я, собственно, эту лекцию делаю, чтобы мы поняли, зачем следить важно. Вот. Ружья начали стрелять. Значит, 1994 год, и появляется... Это всего лишь очередная статья, самая громкая, ее все подряд употребляют, но на самом деле там много такого было. То кто-нибудь 16 миллионов лет что-нибудь прочитал, то вот здесь вот люди замахнулись, типа, мы прочитали древнего динозавра возрастом 80 миллионов лет. Газеты просто взорвались заголовками, что эти гребаные ученые прочитали динозавра, скоро они начнут их клонировать, и все захватит мир. 1994 год, это важно. 1994, потому что в 93-м случилось вот это. И здесь как бы с одной стороны хочется посмеяться. Ну, типа, люди посмотрели кино, вдохновились, а дальше пошли создавать какой-то не очень качественный контент научный, который нормальными методами не проверяли. Мы с вами только что поговорили, как вообще-то можно проверять, что вы реально там динозавра, да, нашли. Если вы динозавра нашли, на кого он должен выравниваться? Ну, у нас квага была на зебру. А динозавр? На птиц, да, верно, на птиц. Естественно, они этого не сделали. Вот, а они такие заявили. Мы, говорят, прочитали динозавра из древней кости возрастом 80 миллионов лет. Вот посмотрите, у нас тут все сходится, мы все последовательности вам привели. И выходит от статья, выходит паника. Естественно, тут же скептики пишут, что типа вы как бы немножечко попутали что-то, ничего такого не прочитали. И, например, тут же появляется такой технический комментарий, где за этих ученых, другие ученые, сделали вот это самое построение дерева. И получилась удивительная штука. Оказалось, что у вас, значит, динозавр, кротоцеус вот этот вот, почему-то ближайший родственник человека. Вот, как-то очень странно это все звучит, но на самом деле две вещи очень важные. Во-первых, парк юрского периода реально оказался безумно важной штукой для развития науки и конкретно древней ДНК. Потому что он вдохновил огромное количество людей на то, чтобы заниматься какими-то исследованиями. В частности, есть огромное количество энтомологов, которые были вдохновлены вот этой вот типа находкой внутри энтаря. И они с тех пор описали много интереснейших видов. И там сделано, после парка юрского периода, после этого фильма, на вот этом вдохновении сделано огромное количество качественных научных работ. Но было и вот такое. Но вот такое тоже важно на самом деле. Потому что после нее изменилось все. После нее... Ой, кстати, да, я забыла этот мем. Это прикольно абсолютно. Я, когда это дерево увидела в старой статье, такая, так, что я бью? Ммм, какое знакомое слово. И я проверила, и это действительно он. Это безумно моя любимая птичка. Это африканский аист. Если вы когда-нибудь будете иметь возможность его увидеть, просто посмотрите на этого инопланетянина. И вы, когда это видите, такие, так, во-первых, динозавры точно существовали. Во-вторых, кажется, они точно не вымерли. Это абсолютно безумно прекрасное. Его называют китоглав, а мне очень нравится слово башмаконос. Вот. Значит, что изменилось-то? Классное название для статьи. Ну, она вышла в 2000-х, но на самом деле она описывает то, что произошло в 90-х после динозавровой статьи. Называется эта статья так. Древняя ДНК. Делай это хорошо или не делай этого вообще? Вот. И изменилось вот что. Значит, после того, как вот этот вот выкинуто было на информационный рынок, вышли строгие требования к тому, как надо работать с древней ДНК. Это и строгий лабораторный контроль, что у вас должно делаться это не на соседнем столе с тем, где вы рядом какую-нибудь современную ДНК читали. Это вот как раз клонирование продуктов, амплифицированных полимеразной цепной реакции. Это вот тот самый пункт, который вам сейчас рассказывал, что ПАБА и его группа придумала. Вот. И разные другие лабораторные методы. В частности, если вы считаете, что вы нашли что-то сенсационное, пожалуйста, повторите свои результаты. А если после того, как вы повторили результаты на другом сэмпле, вы понимаете, что вы, кажется, все равно нашли что-то сенсационное, позовите другую лабораторию, и пусть сделает это другая независимая лаборатория, прежде чем публиковать такие сенсации. Ну и кроме этого, появились еще различные биоинформатические методы, уже начиная с 2000 года, которые тоже позволяли классно контролировать то, что вы получаете. Так. После мягких тканей люди довольно быстро переключились на другие материалы. У мягких тканей есть свои недостатки. В частности, например, мягкие ткани до нас очень плохо доходят. Если нам повезло, и кто-то заманифицировался, или его так хорошо захоронили, как вот то мокрое захоронение коренных американцев, нам повезло, но далеко не всегда нам так везет. И чаще всего нам все-таки доходят кости. Но про кости мы поговорим чуть-чуть дальше, а сначала я сосредоточусь еще немножко на шерсти и на волосах. Одно примерно, одно и то же. И, например, самый первый геном мамонта мы тоже когда-то прочитали как раз из шерсти. Волосы – это вообще классный материал, в отличие от того, что мы очень сложно можем добираться до внутренностей тканей, чтобы какой-то свежий, не загрязненный, никакой свежей ДНК штукой посмотреть. Кроме этого, их сложно очищать, с ними сложно работать, но в них еще и хуже все сохраняется на самом-то деле. То есть то предположение ученых, что типа если под микроскопом ты видишь нормальные ткани, то скорее всего в них есть ДНК, оно оказалось неверным, к сожалению. И люди довольно быстро переключились на волосы. В частности, очередной milestone очень важный. Вот здесь я привожу, что в 2008-м выделили метахондриальную ДНК из останков палеоэскимоса, вот карта, вот это все. Что на самом деле важного в этой новости? То, что иногда методы выделения древней ДНК, мы всегда знаем, что они деструктивные. И это тоже я сейчас развешиваю ружье, очередной он тоже выстрелит. Но иногда они непредсказуемо деструктивные. Если мы имеем дело с какой-то культурой и древние останки, которые нам достаются, являются частью этой культуры, и вы здесь можете, конечно, подумать про какие-то общества, которые не считаются современными какими-то людьми, достаточно цивилизованными, это очень некорректно. И говорить это некорректно. Но тем не менее, я думаю, что кто-то из вас об этом подумал. Но помимо этого, например, совершенно современное общество, когда надо было сделать проверку очередную совпадение с семьей Романовых, и в музее, например, была рубашка, на которой сохранилась кровь Николая во время покушения на него в Японии и так далее, фиг вы эту рубашку тоже получите, чтобы свои исследования провести, потому что вам от этой рубашки надо будет кусочек какой-то отделить, и этот кусочек, собственно, происследовать. Фиг вы его так просто в музее и кто-нибудь вам даст. Или какую-нибудь древнюю картину, или какую-нибудь древнюю Библию. И то же самое встречается, когда мы имеем дело с какими-то коренными культурами, которые свою культуру стараются сохранять. И, например, вот в этой работе с тем, что они собрали сначала метахондриальный геном, а потом ядерный геном вот этого вот палеоэскимоса, то есть древнего человека, да, а самым интересным здесь надо обратить внимание вот что. Во-первых, там кости были непригодные к тому, чтобы из них выделять, они были не очень хорошие, но там были волосы, 4 пучка волос. И вот волосы оказались шикарными. Ну нет, ну нет, вы не сделаете этого. Они говорят, что у меня осталось 10 минут. Я буду говорить в 2 раза быстрее. Я не могу пожертвовать материалами, а буду говорить быстрее. Значит, самое интересное здесь, что, во-первых, тот пучок волос, которого вы должны были это выделить, вам пришлось его уничтожить. Их всего 4. Соответственно, чтобы повторить эти же исследования в 2010 году, вам нужно было взять уже какой-то другой пучок волос. У вас их всего 4, я напоминаю. А кроме того, про непредсказуемо деструктивные методы, например, когда эту работу делали, исследователям пришлось договариваться с представителями, с современными представителями этого народа, и они провели ритуал, при котором один из этих пучков его сожгли, то есть его принесли в жертву как бы богам, чтобы можно было остальные отдать для исследователей. И вот это вот тоже такие важные штуки, которые очень следует учитывать, когда вы работаете, особенно с человеческой какой-то древней ДНК. Вот, классный еще один вопрос, когда мы читаем какие-то. Вот нам если написали, что что-нибудь выделили из музейного экспоната, кажется, ну что такого, ты пришел в музей, там дофига каких-то древних костей, дофига древних шкур, бери, выделяй ДНК, ну как бы чего в этом нового. На самом деле в этом очень важный момент в том, что это сделали из музейного экспоната, потому что музей на самом деле это непонятный враг или друг биоинформатики. Ну историка, понятно, друг. Но когда ты человек, который занимаешься палеогенетикой какой-нибудь, то вопросики-вопросики возникают. Вот такую работу, например, сделали одни исследователи несколько лет назад. Они там сравнили несколько сотен ископаемых останков с разных абсолютно палеологических и культурных контекстов и попробовали выделять из них ДНК в зависимости... То есть разное время эти экспонаты хранились в разных музеях. Что-то было свежее, выкопанное, что-то хранилось в музее. И оказалось, что когда вы что-то, хоть немножечко, похоронили в музее, вы почти всю ДНК из этого объекта похоронили вместе с теми методами обработки, которые используют музеи для сохранения особенно биологических образцов. Например, вот очень яркая история, тоже разбирается. Вот это одна и та же частичка зубра, но одну из них нашли во время раскопов в 1947 году, а вторую часть нашли только в 2004. И вот из той, что нашли в 1947 году и поместили в музей под музейными стандартами хранения, не смогли выделить уже никакой ДНК. А из того, что вот прямо это одна и та же кость, просто в разные сезоны археологические ее копали, а отсюда смогли. И вот это первый вопрос, который возникает. Когда вы видите какую-то новость о том, что что-то сделали из музейного экспоната, вот именно то, что это из музейного экспоната, это уже важно и интересно. Да, мамонты, это тоже вот та же самая история к тому же самому тезису, только здесь это ученые поняли еще на 10 лет раньше, чем вот в предыдущей работе. Они попытались мамонтов прочитать, тогда еще тоже думали, вот это мягкие ткани, вот это вот все. И у них было 5 мамонтов, которые возрастом там от 10 тысяч лет до 50 тысяч лет. И часть из этих мамонтов была раскопана в 70-е годы прошлого века, а один раскопан был в 1918, вот это его нога. И вот тот, который в 1918 был раскопан, уже практически ничего не сохранилось. Теми методами, которые были доступны в 94-м году, по крайней мере, из этой ноги уже никакой ДНК выделить в них не получилось. Кто точно враги? Это вот эти вот все черные копатели, черные искатели, и вообще популяризация, наверное, такой идеи, что нужно расхищать гробницы, и вот это вот все. Потому что я понимаю, что историки их ненавидят, потому что они там разбирают, забирают что-то из палеоконтекста и так далее. Вот недавно ученый против них видел про этот доклад. А мы биоинформатике их ненавидим за то, что они вообще придут, накашляют своих следов жизнедеятельности, наставляют, и потом ты как бы от них это все отделяй. Ну, вообще ничего хорошего в этом нету, точно враги. Вот, еще один вопрос про то, что музей «Друзья и враги» это совершенно недавняя новость, которую меня тоже попросили прокомментировать. И где в этой новости реально новость? Ну, взяли кирпич. Кирпич необожженный. Кирпич изготавливался из глины. Для того, чтобы глина была крепкой, туда всякую солому добавляли. Сама по себе глина тоже собирает там следы растений, животных, которые по ней ходили и рядом росли. И в этом, казалось бы, нет ничего удивительного. Тем более, господи, ему 2900 лет, он молодой кирпич абсолютно. Мы там умеем на десятки тысяч лет, а то и сотни, заглядывать в историю, а дым всего 3000 лет. Что нового? Нового как раз то, что это опять музей. И нового тут в том, что кирпич разбился. Вот такая вот длинная большая новость, мы выделили ДНК, составили состав, а главная новость в том, что кирпич разбился. Потому что разбился он два раза. Первый раз он разбился в 70-е пополам при передаче между коллекциями музея, и мы как бы профукали в 70-е годы, у нас не было таких методов. А потом совсем недавно, буквально что-то год назад или два года назад, он разбился еще раз. И вот здесь у ученых уже были доступны вот эти методы, чтобы с его разбитого вот этого вот края, вот этого вот края, взять образцы и прочитать из них ДНК. И это супер важно. Вот эта, кстати, картинка, это к тому, что даже если бы этот кирпич был обожжен, возможно, это бы не составило для нас никакой проблемы. Потому что мы умеем даже извлекать ДНК из останков, которые случайно, как, например, вот вулканом завалило этих жителей Помпеев, или специально, как уничтожали останки семьи Романовых, подвергали температурной обработке. Мы все равно можем оттуда достать ДНК из этих костей. Поэтому вот с кирпичом история была в том, что теперь мы знаем, есть смысл ломать глиняные таблички. Историки нас за это будут ненавидеть, но нам очень надо. Вот, как добывают на самом деле древнюю ДНК? Я прям постараюсь очень сильно ускориться, простите меня, пожалуйста. Значит, как добывают ДНК? Первый ответ – это стерильно. Никаких Ларкрофтов и Индианов Джонсов мы туда на локацию не пускаем. Надеваем обязательно маски, перчатки, убираем все волосы, стараемся на все это не дышать. И когда вы приносите то, что вы добыли уже из раскопа в лабораторию, то идеально, чтобы в вашей лаборатории было все настолько стерильно, что даже вентиляция, которая обеспечивает приток воздуха внутри вашего института, была сделана отдельная и не сообщающаяся с другим институтом для тех отделов, где работают с древней ДНК. Второй ответ – как работают с древней ДНК? Деструктивно. Чтобы выделить древнюю ДНК, нам нужно уничтожить хотя бы часть того объекта, откуда мы хотим ее выделить. Сломать табличку, сжечь, измельчить волосы, раздробить зуб, раздробить кость, уничтожить кусок рубашки. В общем, историки почему-то нам не разрешают этого делать. Безобразие какое-то, я считаю. Например, если вы работаете с какой-нибудь костью, вам надо внутрь нее просверлиться, прям вглубь нее, оттуда взять забор, и вот там надеяться, что вы ДНК добудете. Вот так этот процесс добывают, но у меня, к сожалению, нет времени про это рассказать. Суть в том, что кусок образца превращают скорее в такой порошок, и дальше уже с этим порошком работают. Ну, то есть, артефакты мы при этом... Вот этот кусочек я рассказывала как раз в лекции на ОПМ, что самая лучшая частичка это вот эта вот наша височная кость, вот здесь она находится, и это зубы. И зубы хороши не только потому, что они суперкрепкие, и любой, кто из вас пытался уничтожать когда-нибудь трупы, знает, что зубы хрен уничтожишь. Вот, а зубы, помимо всего этого, у них еще есть внутри такие каналы, которые сообщаются с кровеносной системой человека. И это значит, что если нам достался древний зуб, нам досталось не только ДНК самого человека, а нам досталось еще и то, что в его крови присутствовало. То есть, следы различных вирусов, следы бактерий, человек чем болел, чем питался, какой был у него микробиом, все это кровотоком заносит в его зуб. И поэтому найти зуб, это просто супер офигительная находка для биоинформатики, для историка, для биолога. Вот. То есть, соответственно, вот тоже новость в том, что нашли зуб, как бы это не новость, а новость в том, что выделили зубы, это не новость. А вот если оттуда нашли еще что-то супер-супер, и, например, поняли, как какая-нибудь эпидемия распространялась, вот это уже новость, вот это уже интерес. Да, это один из методов работы с зубом, вот здесь тоже его надо спиливать, вот это вот все. И вот одна новость, вот новость, которая тоже вышла недавно, и ее пропустили, она как бы в информационном поле особенно не ходила. Либо, если она ходила, то с формулировкой, тут нашли, значит, кулон, ему типа 20 тысяч лет, его носила на шее девушка, вот такая новость. Ни хрена это не новость. Новость здесь в том, что это впервые примененный метод, когда кулон не нужно было уничтожать. Именно это самая главная новость. И когда вы теперь будете видеть какие-то современные новости, обращайте на это внимание. Потому что сейчас это открывает для нас совершенно новые горизонты. Теперь мы можем ходить к историкам и говорить, а можно мы у тебя бивень возьмем и сломаем, ну по зязе. В общем, можно так не говорить, можно у тебя бивень возьмем, мы вернем, как было. Вот приклеим к мамонту, где взяли. Так, окаменелости. С окаменелостей мы тоже можем добывать ДНК, причем сами окаменелости нам в этом немножко помогают. Дело в том, что в процессе того, как происходит вот эта вот фасилизация окаменения, структуры, которые раньше были костью, они немножко начинают как бы между собой срастаться, а внутри них образуются такие, как пузырики. И в этих пузыриках могут законсервироваться на долгие 100 тысячелетия молекулы ДНК. Поэтому на самом деле, если перед вами есть окаменелость, то не факт, что в ней нет ДНК, а если есть, она может очень хорошо сохраниться за счет вот этого самого естественного процесса. И кроме того, у ученых есть некоторые предикторы того, чтобы как понять, что из этой окаменелости можно все-таки выделить ДНК. Но, опять же, все новости, которые вокруг этого, обращайте внимание, если это была окаменелость, насколько она была давняя. Потому что это все еще не совсем простая задача. И все это позволяет нам, вот это все получение современной ДНК, древней ДНК и так далее, получать информацию о мире в целом. Например, когда несколько лет назад мы прочитали вот эту вот лошадь, ну не вот эту вот, вы поняли, вот эту вот лошадь, мы смогли понять... 30 секунд, 30 секунд, пожалуйста. И 30 для мамонта. Значит, мы поняли, что, скорее всего, вот исследуя современные старые геномы, популяция этих животных, этих лошадей, она как минимум в два раза очень сильно менялась. Так вот, ну изменялась, становилась меньше, а потом вырастала больше из этого же количества. Долгое время это считалось самой древней находкой, и это была новость. Ну типа 800 тысяч лет назад в глубину прочитали, это уже не новость, теперь мы прочитали гораздо больше. Но, а вот это уже новость, а вот это новость совсем недавняя, вы могли ее видеть в разных газетах, в разных электронных ресурсах, о том, что, значит, когда-то 900 тысяч лет назад наше с вами человечество, наши предки прошло через настолько узкое бутылочное горлышко, что все мы с вами потомки буквально 1200 живых людей в тот момент, живших, способных к репродуктивному. И что вот этого тысяча людей, примерно плюс-минус тысячи, сохранялось на протяжении 100 тысяч лет. То есть мы могли в тот период времени просто все вымереть, и от нас никаких следов не осталось. И вот эта новость, и новость здесь в том, что сегодня у нас есть такие электронные средства, такие компьютеры сильные, такие алгоритмы классные, которые позволяют строить вот такие модели и вычислять вот это. Потому что если вы попробуете хотя бы геномы коронавируса, не длинные, загнать и на них что-то посчитать, у вас обычный компьютер на этом нагреется и схлопнется. Вот, и это тоже новость. Все, я почти закончила. В общем, потом была новость, что 1 миллион лет назад мы прочитали «Мамонтов», но про это можно на УПМ в той лекции послушать. Это самая последняя новость и самая древняя сегодня. Мы заглянули на 2 миллиона лет назад. Это побитые рекорды. Тоже была новость, и здесь новость именно в том, что это 2 миллиона. Я почти закончила, почти закончила. Вот они стерильно ходят по склону, видите? Не как эти Индиана Джонсы носятся. И вот так раньше, вот эти места, вот они выглядели раньше так. Это, по-моему, офигительно. Так, я почти закончила. Период полураспада послушайте в лекции про ученых против мифов. Вот, значит, сегодня, итог, подводим итог, подводим итог, что мы сегодня выглядываем внутри новости, когда вы видите новость про древнюю ДНК. Во-первых, не придумали ли там каких-нибудь супер-пупер-классных алгоритмов искусственного интеллекта, которые что-нибудь классное помогли выделить. Второе. Если вы видите, что опять кто-то придумал очередной недеструктивный метод, вот это будет супер-новое. Третье. Новые неожиданные объекты. Разбитый кирпич, теперь бьем длинные таблички, вот это все, видите, опять какой-то супер-новый объект, которого раньше никто не додумывался делать, это новость. И новые рекорды во времени, мы про это уже говорили, и самое последнее, самое свежее, недавно прочитали РНК впервые. РНК более хрупкая молекула, быстрее разрушается, до этого древнюю РНК не читали. А тут ее прочитали у древнего, древнего, сто лет назад убили, волка Тилоцина. Волка, тигра, как его только не назвали, он ни то, ни другое. Все, вопросы, вот так, вот. Почти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова